Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа. Вижу таинство необычайное и чудное. Пастырь оглашает слух мой, произнося не пустынную песнь, но воспевая небесный гимн. Ангелы поют, архангелы воспевают, херувимы взывают, серафимы словословят. Все торжествуют, видя Бога на земле и человека на небесах. Высокого внизу, по его домостроительству, и низкого вверху, по Божию человеколюбию. Сегодня Вифлеему подобился небу. Вместо звезд принял поющих ангелов, а вместо солнца незъяснимо вместил в солнце правды. Не исследуй, как это. Где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, не сшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается сущий, и сущий становится тем, чем он не был. Будучи Богом, он делается человеком, не переставая быть Богом, не теряя божества. Он стал человеком, и с другой стороны, не через постепенное приспияние с человека сделался Богом, но, будучи словом, он стал плотью. Так что естество его осталось неизменным по своему бесстрастию. Когда же он родился, то иудеи отвергали его необычайное рождение. Парисеи ложно толковали божественные книги, и книжники говорили противное закону. Ирод искал родившегося не в тем, чтобы почтить его, но чтобы погубить его. Сегодня люди увидели и все противоположности. Не утаиться, говорит Салмопевис, отчат их, от детей, в роды их. Цари пришли и удивлялись небесному царю, как он пришел на землю, не имея при себе ни ангелов, ни архангелов, ни престолов, ни господств, ни сил, ни властей, но прошедший необычайным и непроходным путем, произошел из неприкосновенного чрева, не оставив, впрочем, ангелов своих без своего руководства, и не потеряв собственного божества через вочеловечение у нас. Цари пришли поклониться небесному царю славы, а воины послужить военачальнику сил. Жены пришли к рожденному от жены, чтобы изменить скорби жены в радость. Девы, к сыну Девы, удивляясь, как творец молока из сосов, производящий из сосов текущие сами собой потоки, принял младенческую пищу от матери Девы. Младенцы, к сделавшемуся младенцам, чтобы из уст младенцев и сосущих устроить хвалу. Отроки, к отроку, сделавшему их мучениками по причине иродово неистовства. Мужи, к ставшему человеком и уврачевавшему болезни рабов, пастыри, к доброму пастырю, положившему свою душу за овец, священники, к сделавшемуся первосвященником по чину Мельхиседекову, рабы, к принявшему образ раба, чтобы украсить наше рабство свободою, рыбаки, к сделавшему их из рыбаков ловсами людей, мытари, кивившему из мытарей евангелиста, блудницы, к простершему ноги своих слезам блудницы, кратко сказать, все грешники пришли видеть агнца Божия, берущего на себя грех мира, волхвы, воздавая ему честь, пастыри, прославляя его, мытари, благовествуя, блудницы, принося мира, самарянка, жажда источника жизни, хананиянка, имея несомненную веру, и так, когда все радуются, и я хочу радоваться, хочу ликовать, хочу торжествовать, но я ликую, не на цитре играя, не смычок, приводя в движение, не свирели имея в руках, не факела зажигая, но вместо музыкальных орудий принимая пелены христовы, они для меня надежда, они для меня жизнь, они для меня спасение, они для меня свирель, они для меня цитра, поэтому я и прихожу, взяв их, чтобы их силою получить силу речи и сказать с ангелами, слава в бычних Богу, а с пастырями, и на земле мир, в человеках благоволение, рожденный неизъяснимо от отца, сегодня непостижимо рождается от девы ради меня, но тогда он по естеству родился от отца прежде веков, как знает родивший, а сегодня он сверхъестественно родился, как знает благодать Святого Духа. И горнее рождение Его истина, и дольнее рождение Его не ложна. Истинно родился Он как Бог от Бога, истинно родился, Он же, как человек от девы. Вверху Он один, от одного единородной, внизу Он же один, от одной девы единородной. Как в горнем рождении его нечестиво представлять мать, так и в дольнем рождении его богохульно допускать отца. Отец родил его бессеменно, и дева родила его нетленно. Ни Бог не потерпел разделение, родив его, потому что родил боголепно. Ни дева, родив его, не испытала растление, потому что родила от духа. Поэтому ни горнее рождение его не может быть изъяснено. Ни пришествие его в последние времена не допускает исследования. Что сегодня родила его дева, это я знаю. И что Бог родил его без времени, этому верю. Но способ его рождения, я научился чествовать молчанием, а не научен исследовать словопрениями. По отношению к Богу не должно обращать внимание на свойства дел, но веровать в силу действующего. Ведь по закону природы бывает, когда жена, вступившая в замужество, рождает. А когда дева, не испытавшая брака и родившая, опять оказывается девою, это выше природы. Итак, пусть исследуется то, что бывает по природе. А то, что выше природы, пусть чествуется молчанием, не как достойное небрежение, но как неизъяснимое и достойное почтение молчанием. Но простите меня, прошу вас, если я захочу в самом начале прекратить свою речь. Страшась исследовать высшее, я не знаю, как или куда мне обратить кормила речи. Что же я скажу или о чем стану беседовать? Я вижу родившего и вижу рожденного. А способа рождения не постигаю. Побеждается природа, побеждается пределы ее порядка, когда хочет этого Бог. Не по природе произошло это событие, но было чудом выше природы, потому что природа не действовала, а действовала воля владыки. О, неизреченная благодать! Единородный, сущий, прежде реков неосязаемый, простой и бестелесный, принял на себя мое тленное и видимое тело. Для чего? Для того, чтобы, сделавшись видимым, научить и научив, возвести нас к невидимому. Так как люди считают зрение достовернее слуха и в том, чего они видят, сомневаются, поэтому Бог и благоволил сделать себя видимым и для глаз посредством тела, чтобы уничтожить сомнения. Он рождается от Девы, не познавшей этого дела, потому что она не содействовала событию, и не от нее зависело это дело, но она была только орудием его неизреченной силы. Узнав только то, что сказал ей Гавриил на вопрос ее, как это будет, когда я мужа не знаю. Он сказал ей, это, хочешь ты знать, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Как же он был с нею и спустя немного времени произошел из нее, как художник, нашедший полезнейшее вещество, делает из него прекраснейший сосуд. Так и Христос, нашедший святое тело и душу Девы, устроил в себе одушевленный храм, образовав человека в Деве таким образом, каким восхотел, и облегшись в него, ныне пришел, не устыдившись неблагообразия естества. Для него не было постыдно понести собственное создание. И это создание приобрело величайшую славу, сделавшись одеянием художника. Как при первом создании невозможно было образоваться человеку, прежде чем персть взята была в руки Божии, так и поврежденный сосуд не мог бы возобновиться, если бы он не сделался одеянием Создателя. Но что я скажу или о чем стану беседовать? Чудо изумляет меня. Ветхий днями сделался младенцем, восседающий на престоле высоком и превознесенном, полагается в яслях. Неосязаемый, простой, несложный и бестелесный, осизается человеческими руками. Расторгающий узы греха повивается пеленами, потому что он так хочет. Он хочет без чести обратить честь, без славия облечь славою. В пределах унижения показать образ добродетели. Поэтому он принимает мое тело, чтобы я вместил его слово. И, приняв мою плоть, дает мне своего духа, чтобы и давая, и принимая, сообщить мне сокровища жизни. 695. Он принимает мою плоть, чтобы осветить меня. Дает мне своего духа, чтобы спасти меня. Но что я скажу или о чем стану беседовать? Все дева в очреве примет. А теперь говорится об этом не как о будущем, но оно созерцается, как в совершившееся. Оно совершилось у иудеев, у которых и было предсказано. А принимается вера и у нас, у которых не было и упоминаемо. Все дева в очреве примет. Буква принадлежит синагоге, а приобретение церкви. Та получила скрижали, а эта нашла жемчужину. Та украшала волну, а эта оделась в багреницу. Иудея произвела его, а вселенная приняла его. Синагога вскормила и воспитала его. А церковь приняла его и получила пользу. У той виноградная ветвь, а у меня грозд истины. Та собрала виноград, а язычники пьют таинственное питье. Та посеяла зерно пшеницы в иудее, а язычники серпом веры пожали колос. Язычники благочестиво сорвали розу, а у иудеев осталось тернее неверие. Птенец отлетел, а безумцы остались при гнезде. Иудея объясняет листья письмени, а язычники срывают плод духа. Все дева во чреве примет. «Скажи мне, иудеи, скажи же мне, кого родила она? Доверься мне, по крайней мере, как ироду. Но ты не доверяешь, я знаю, почему. По своему коварству. Ему ты сказал, чтобы умертвить Христа, а мне не говоришь, чтобы я не поклонился ему. Кого же родила она? Кого? Владыку природы. Ведь хотя ты молчишь, но природа взывает. Дева родила так, как рожденный сам восхотел родиться. Не по закону природы это произошло, но как владыка природы он употребил необычайный способ рождения, чтобы показать, что и делая с человеком, он рождается не как человек, но рождается как Бог. Итак, сегодня он произошел от Девы, победившей природу, превзошедшей брак. Источнику святости належало произойти от чистого и святого рождения. Он есть тот, который в древности из девственной земли создал Адама, а от Адама без жены образовал жену. Адам без жены произвел жену. Так и сегодня Дева без мужа родила мужа. Он человек, говорится в Писании, но кто познает его? Так как женский пол обязан мужскому тем, что Адам без жены произвел жену, то поэтому сегодня Дева родила без мужа, уплачивая за Еву этот долг мужам. Чтобы не возгордился Адам, что без жены произвел жену, поэтому и Дева без мужа родила мужа, чтобы одинаковостью чудо показать равенство своей природы. Так как от Адама Бог взял ребро и через это нисколько не уменьшил Адама, так и в Деве он образовал одушевленный храм и не лишил ее девства. В целом остался Адам и по взятию от него ребра. Неповрежденной осталась и Дева по исшествии из нее младенца. Поэтому он не из другого чего-нибудь устроил себе храм и не иное тело создал и принял на себя, чтобы не показалось, что он унижает существо Адама. Так как обольщенный человек сделался оружием дьявола, то этого самого падшего он избрал себе воодушевленный храм, чтобы через родство с Создателем отклонить его от общения с дьяволом. Впрочем, и делаясь с человеком, он рождается не как человек, но рождается как Бог. Если он произошел через обыкновенный брак, подобно мне, то для большинства это показалось бы ложью. А теперь он рождается от Девы. И рождаясь, сохраняет ложесна ее неповрежденными и девство ее соблюдает целым. Чтобы необычайный способ рождения послужил для меня основанием великой веры. Поэтому, если язычники или иудеи спросят меня, сверхъестественно ли Христос Бог по естеству сделался человеком, то я скажу «да» и укажу в подтверждение своего слова на неповрежденную печать девства. Так, он есть Бог, побеждающий порядок природы. Так, он есть творец, шрева и виновник девства. И потому он родился непорочным способом рождения и неизъяснимо устроил себе храм. Как посхотел. Скажи же мне, иудей, родила ли дева или нет? Если она родила, то исповедуй необычайное рождение. А если не родила, то для чего ты обманул Ирода? Когда он спрашивал, где должно родиться Христу, ты сказал, что в Вифлееме иудейском. Разве я не знал этого селения или места? Разве я не знал достоинства родившегося? Не говорил ли Исаия о нем, как о Боге? Родит сына, говорит, и нарекут ему имя Эммануил. Не вы ли неблагодарные враги объявляли эту истину? Не вы ли, книжники и фарисеи, ревностные хранители закона, учили нас всему, что касается его? Разве мы не знаем языка еврейского? Не вы ли толковали Писание? После того, как Дева родила, и даже прежде, нежели она родила, что бы ни показалось изъяснение этого места, сделанным в угождение Господу, не вы ли на вопрос Ирода привелись свидетели пророка Михея для подтверждения слов ваших? И ты, Иисус, на Вифлеем, дом Ефрафы, ничем не меньше воевод свиудиных, ибо из тебя произойдет мне вождь, которая упасет людей моих Израиля. Хорошо, сказал пророк, из тебя, потому что от вас он вышел и пришел во вселенную. Сущий приходит, а не сущий творится или созидается. Он же и тогда был, и прежде был, и всегда был. Но был всегда как Бог, управляющий миром, а сегодня пришел как человек. Как человек он спасет народ, а как Бог спасает вселенную. О, добрые враги! О, благословенные порицатели, которые незаметно для самих себя показали родившегося в Ифлееме Бога, которые сделали известным сокрывшегося в яслях Господа, которые невольно открыли лежащего в пещере и, не желая сделали добро, желая скрыть, открыли. Видишь ли невежественных учителей? Чему учат, они не знают. Алкая питают, жаждая напаяют, находясь в бедности, обогащают. Придите же, будем праздновать. Придите, будем торжествовать. 697. Род празднества необычайный, потому что необычайный способ рождения. Древние узы разрешены. Дьявол посрамлен. Бесы обратились в бегство. Смерть сокрушена. Рай открыт. Проклятие уничтожено. Грех удален. Заблуждение истреблено. Истина возвратилась. И учение благочестия повсюду рассеялось и распространилось. Вышняя жизнь насаждена на земле. Все ангелы входят в общение с людьми, и люди бестрепетно беседуют с ангелами. Почему? Потому что Бог пришел на землю, и человек на небо. Все соединилось. Пришел на землю, всецело существующий на небесах, и всецело существующий на небе, всецело является на земле. Будучи Богом, он сделался человеком. Не перестав быть Богом, Будучи бесстрастным словом, он стал плотью. Сделался плотью, чтобы обитать в нас. Богом он не сделался, но был, А стал плотью, чтобы кого не вмещало небо, Того приняли ясли. Для того он и положен был в веслях, Чтобы питающий все принял младенческую пищу от матери девы. Для того отец будущих веков не чуждается объятий девы, Как грудное дитя, Чтобы сделаться доступным и для волхвов. Ныне и волхвы пришли, Сделав начало удаления от мучителя, И небо хвалится, указываясь звездой своего владыку, И Господь, восседая на легком облаке своего тела, Стремится в Египет, По-видимому, избегая кознь Ирода, А на самом деле исполняя сказанное Исаию. В тот день, говорит он, Израиль третий в Ассирианах и в Египте, Благословен народ мой на земле, Который благословил Господь Савов, Говоря, благословены люди мои, которые в Египте. Что говоришь ты, Иудей? Исаия 19.24 Ты первый стал третьим. Египтяне и ассириане поставлены прежде, А первородный Израиль считается после. Да, и справедливо. Ассириане будут первыми, Потому что они первые поклонились ему через волхвов. И египтяне за ассирианами, Потому что и они приняли его, Бежавшего от козни Ирода. Израильтяне же считаются последними, Потому что уже после выхода из Иордана Они признали его через апостолов. Он пришел в Египет И потряс сделанные руками истуканы египетские, Не без причины, Но потому что некогда запечатлел Жилища египетские истребления первородных. Поэтому ныне пришел он, Как первородный, Что прекратить плач, Вызванный древней скорбью. А что Христос называется первородным, Об этом ныне свидетельствует Евангелист Лука, Когда говорит, И родила сына своего первенца, И спеленала его, И положила его в яслях, Потому что не было ему и места в гостинице. Итак, Он пришел в Египет, Чтобы прекратить плач, Вызванный древней скорбью, Во двори в радость, Вместо мучений, Даровав свет спасения, Вместо ночи и тьмы. Вода реки сделалась тогда нечистой От убиения юных младенцев. Поэтому пришел в Египет он, Некогда обогревший воду, И сделал потоки реки источающими спасение, Очистив осквернение и нечистоту их силой духа. Озлобились некогда египтяне, И в бешенстве отвергли Бога. Поэтому он пришел в Египет, И исполнил боголюбивые души познанием Бога. Реке же сообщил силу производить мучеников, Обильней колосьев. Впрочем, по краткости времени Я хочу здесь окончить свою речь. И окончу ее здесь, Присовокупив каким образом, Он, будучи бесстрастным словом, Стал плотью. Причем естество его осталось неизменным. Что же я скажу, Или о чем буду беседовать? Я вижу плотника и ясли, Младенца и пелены, Рождение от девы, Лишенное всего необходимого. Все в бедности, все в нищете. Видишь ли ты богатство в этой великой нищете? Как он, богатый, стал бедным ради нас! Как он не имел ни ложа, ни постели, Но был положен в голых яслях. О, бедность, служащая источником богатства! О, безмерное богатство, имеющее вид бедности! Он лежит в яслях и потрясает вселенную, Повивается пеленами и расторгает узы греха. Еще не произнес члена раздельного звука И научил волхвовы и указал им путь к возвращению. Что я скажу, или о чем буду беседовать? Вот младенец повивается пеленами и полагается в яслях. Предстоит Мария, дева и матерь. Предстоял и Иосиф, называемый отцом его. Он называется мужем, а она называется его женою. Названия согласны с законом, но не означают их сочетание. Разумеет, здесь только название, а не дело. Он был только женихом ее, а дух святой осенил ее. Поэтому Иосиф в недоумении не знал, что сказать о младенце. Приписать его прелюбодеяние он не дерзал. Произнести хульное слово о деве он не мог. И собственным сыном назвать его не решался. Он хорошо знал, что ему неизвестно, как или от чего он родился. Поэтому, когда он недоумевал о данном событии, с неба было принесено внушение голосом ангела «Не бойся, Иосиф, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святого». Дух Святой осенил деву. Почему же он рождается от девы и сохраняет девство неповрежденным? Так как в древности дьявол обольстил Еву, бывшую девою, то поэтому Гавриил благовествовал Марии, деве. Но обольщенная Ева произнесла слово, послужившее причиной смерти, а получившее благовествование Мария родила слово во плоти, приобревшее нам вечную жизнь. Словом Евы указано древо, за которое Адам мызун из рая, а слово, родившееся от Девы, явило крест, через который разбойник на место Адама введен в рай. Так как ни язычники, ни иудеи, ни еритики не верили, что Бог родил нетленно и бесстрастно, то поэтому ныне, происшедшее из страстного тела, сохранил страстное тело бесстрастным, чтобы показать, что как родившийся от Девы не нарушил девство, так и Бог, без истления и изменения святого естества Его, родил Бога боголепно, как Бог. И так как люди, оставив Его, извоялись человекообразных истуканов, которым и служили к оскорблению Создателя, то поэтому ныне Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе человека, чтобы и ложь уничтожить, и Богопочтение обратить незаметным образом на себя самого. Будем же высылать славу Христу, сделавшему неудобное удобным, с Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.